Приветствую всех, меня зовут Виктор Вольный, это мое второе видео. Сегодня я выбрался погулять в торговый центр. За мной, как обычно, была слежка. То есть в основном это молодежь с рюкзачками, которые постоянно снимали меня на телефон и контролировали мое перемещение. Ну, вроде все как обычно. Я знаю, что они делают это специально, чтобы нервировать, чтобы жертва все время оставалась в состоянии стресса. Но также я заметил, что пару раз было нечто странное. Это когда очередной сталкер наводил свой телефон на меня, то есть он как-то изворачивался специально так, чтобы камера попала на меня. Ну, и также рядом тогда особо не было много людей. И сразу чувствовал какой-то странный запах, то есть, ну, похожий на газ какой-то. То есть, ну, вполне возможно наркотики или что-то такое. Но после него сразу же начинался туман в глазах, то есть, ну, состояние прибитое становилось. То есть, как будто облако какое-то образуется. Но я поспешил, конечно, из него выходить. Парни, которые на меня направляли свой телефон, у них у всех был какой-то рюкзачок. То есть, вполне возможно. И я слышал, что другие жертвы тоже поняли это. Что они свои отравляющие вещества, наркотики и прочее каким-то образом прячут в рюкзачки. И там какая-то система впрыска в этих рюкзачках. И они, наводя вот так камеру телефона, там срабатывает какой-то автомат, насколько я понимаю, там сидят какие-то операторы также. И они выстреливают из этого рюкзачка прямо в тебя, там, ну, или опрыскивают вот этими ядами. Ну, а после этих ядов или наркотиков, по-другому, не знаю, как их назвать даже, состав-то я не знаю, но после них, ну, происходит затуманивание сознания, там, ну, хоть я и не пью, но помню, там, пиво, там, водку и всё остальное. Ну, вот схоже, как ты, не знаю, там, выпил что-то. Но эффект от этого кратковременный. И получается, если поспешить выйти из этого газового облака, то, в принципе, ну, не так уж сильно тебя будет колбасить, ну, не так уж сильно заденет твою нервную систему и повлияет на тебя. Но после этих газовых облаков очень хочется спать. То есть, и состояние прибитое сразу такое начинается. Также заметил, что и другие люди тоже от этого страдают, и многие люди тоже там начинают чесать глаза, чихать вот, когда вот попадают в это облако. То есть, они, даже людные места, то, что там люди ходят, дети, их это не волнует. Им нужно выполнить свой план, то есть, ну, выставить жертву неадекватным, там, наркоманам. Поэтому они повсюду, даже в переполненных торговых центрах, ну, они стараются, конечно, чтобы людей не так много было, но они всюду распыляют эту свою химию. Помимо этого, уже точно, я уверен, на 100%, у них такая же система установлена в машинах. Только там немного другой состав этого газа. То есть, они специально рядом с тобой всё время паркуют свои тачки, то есть, подъезжают как-то аккуратно, и там, ну, часто ставят на аварийку, устраивают там типа поломки какие-то, вот, всё время по маршруту твоего следования. И потом, когда ты рядом проходишь, то пару раз мне на глаза попадало, когда я не отворачивался, вот. И начинало щипать глаза. Ну, всё как после газа их, после этих ядов. Ну, а помимо этого, часто окатывает и холодный ледяной воздух. То есть, дальность действия вот этих вот пневмоустановок, пушек на машинах их, он довольно большой. То есть, ну, не знаю, там метров 50, возможно. Может, ещё больше. То есть, вплотную они каким-то одним веществом окатывают, а сдалека каким-то холодным. Но самое интересное, что вот этот холодный воздух, он вполне возможно не только в их машинах установлен, но стационарно стоит. И как бы вот на моём районе, по маршруту моего следования, там всё время какой-то нереальный искусственный ветер. И вот этот ветер, они, ну, чудеса геоинженерии. Никого уже не удивишь там, что харп вовсю работает. Но также они, вполне возможно, поставили где-то какие-то установки также, которые создают вот этот искусственный поток ветра. Но, ну, его можно как бы различить, да. Это не так, как у машин. Вот у машин, то есть там капитально ощущаешь ледяная струя. Например, тебе идёт по ногам, она, ну, и у тебя начинает там на газы мерзать, и после этого ты начинаешь хромать, что ему нужно. Вот они пускают вот такую ледяную струю газа. А вот ледяной воздух, который они закачивают в окна, когда ты открываешь проветрить, например, это совсем другое. То есть рядом машин нету, но вполне возможно у них стоит где-то на районе, а обычно там, где стройки, и там всякие ремонтные работы. У них стоит вот такая установка, которая задувает вот этот ледяной воздух к тебе, от которого получаются схожие симптомы, то есть раздрай нервной системы, ты начинаешь засыпать, у тебя слабость начинается, и, что самое интересное, забывчивость. Люди, которые не в курсе про то, что их давно как бы травят и опыляют химией, они могут подумать, что они там заболели там или еще что-то. То есть примерно так и ковид также распространяется, я думаю. Ну, точнее, раньше распространялся. Сейчас уже эту лавочку прикрыли. Это пока что все, что я хотел сказать. Буду записывать еще видео. Спасибо, что смотрели, слушали. До свидания.